Это полностью механический 50 мм f1.4 на фулл фрейм, а это фоточки, которые я сделал на этот объектив. Вроде бы все просто и обычно, но если присмотреться, то можно заметить какой-то фокус с фокусом. Я сфокусировался на инне, и по идее равноудаленные объекты, например, скала рядом с ней, должны были быть в фокусе, но они размазались, зато в резкость попала часть заднего плана. Причем фон слева резкий, а фон в правой части фото размылся в молоко. Как исказилась плоскость фокуса, очень хорошо видно по водной глазе. В резкости стали все объекты по диагонали, уходящие от инны налево. Что тут творится, как вообще это возможно? Все элементарно, вам просто нужно сделать вот так. Меня зовут Максим Густарев, и сегодня я покажу, как снимать на тильт объектив от TT Artisan с 50 мм f1.4. Поехали! Но для начала задрот минутка. Что такое тильтшифт? Я уверен, многие слышали, но многие не догоняют, как это работает. Задача любого объектива спроецировать свет фотографируемого пространства на плоскую матрицу нашего фотоаппарата. И чтобы картинка была резкой, все линзы должны быть выстроены в пространстве определенным образом. Так, чтобы суперпозиция искажений света давала фокус строго на матрице. Когда мы фокусируемся, мы смещаем условную плоскость фокусировки от минимальной дистанции фокуса в бесконечность. Все, что равно удалено от точки фокуса, будет в резкости. Конечно же, в зависимости от типа и качества линз, эта плоскость фокуса может быть немного выпуклой, либо идеально прямой. Но этой кривизной мы с вами пренебрегаем и считаем, что плоскость фокуса у нас идеально плоская. Также у объектива есть оптическая ось. Она перпендикулярна всем линзам, находящимся в оптической схеме объектива. Самой матрице в фотоаппарате и, как нетрудно догадаться, самой фокусировочной плоскости. Но что, если мы нарушим эти перпендикулярности? Первое, мы можем сфотографировать стену под углом. Тогда в фокусе будет только та часть стены, на которой мы сфокусировались. Соответственно, бэкграунд и передний план у нас уйдет в расфокус. Привычная ситуация, когда мы используем простые объективы. Второе, мы можем непосредственно поменять положение самой матрицы и тем самым нарушить перпендикуляр. Конечно, скорее всего, в таком случае вы свою матрицу сломаете. Поэтому пальцами туда, пожалуйста, не лазите. Кстати, вот интересная идея. В современных камерах матрица подвешена электромагниты. И чисто теоретически, если так немножечко покумекать, может быть, имел бы смысл добавить такой функционал поворота матрицы для того, чтобы реализовать тильт-эффект не в объективе, а в самом фотоаппарате. То есть представьте, любой объектив, который вы надеваете на камеру, уже априори позволял бы в комплекте с камерой с поворотной матрицы использовать тильт-эффект. Мне кажется, тема прикольная, когда-нибудь эта фича появится. Ну и третий вариант нарушить перпендикуляр, это непосредственно сместить оптическую ось самого объектива. Это можно сделать с абсолютно любым объективом, просто его открутив и немного наклонив в пространстве. Ну, либо воспользоваться специальным тильт-объективом, который имеет такой функционал наклона. Когда мы наклоняем оптическую ось, меняется положение плоскости фокусировки. Она как бы следует за наклоном оптической оси. Поверните объектив налево, и плоскость развернется следом против часовой стрелки. При этом в фокусе будут кусочки переднего и центрального и заднего планов. Фокусировка в данном случае позволит вам смещать плоскость фокуса перпендикулярно уже искаженной плоскости фокуса, как бы по диагонали. И тут может возникнуть вопрос, а нафига это нужно? Ну, первое, самое тривиальное применение тильт-эффекта — это архитектурная фотография. Если вам нужно снять крупно, к примеру, фасад здания, либо какой-то макрообъект, где объекты расположены по диагонали, уходящие вдаль, то вы можете наклонить оптическую ось и сделать так, чтобы плоскость фокуса совпадала с линией уходящих объектов вдаль. И вам при этом не придется закрывать диафрагму, чтобы получить большую глубину резкости. Глубина резкости будет маленькая, но она будет совпадать с положением объектов. Второе — это фотографирование когда-то суперпопулярного тильт-шифт-эффекта с малюсенькими объектами. Забравшись куда-нибудь повыше, можно представить пространство в миниатюрном виде. Разумеется, в 99% такие сюжеты можно реализовать с помощью постобработки, как это сделано в моем любимом сериале Love, Death and Robots. Но вот если в кадре есть какой-то передний план, то уже без тон, масок и ротоскопинга не обойтись. Легче, конечно же, воспользоваться тильт-объективом. Ну и третье. Самое востребованное мной, и я считаю недооцененное многими фотографами, это использование тильт-наклона оптической оси в художественной портретной фотографии. Это еще один способ удивить вашего зрителя, перераспределить внимание на главные объекты съемки. Как тут? Вывеска лицо и руки на одной линии в фокусе, а окружение в расфокусе. Ни при каких простых вариантах обработки такого эффекта не добиться, только используя тильт. Вот за это я его и полюбил. Это тильт-объектив. Тут нет шифта, смещения оптической оси, которая также нужна для того, чтобы исказить перспективу, уже не фокус. Это нужно для архитектурной фотографии. Но так как эффект полностью реализуется в постобработке, многие производители перестали внедрять еще один шарнир. Это я так, на заметку рассказал. Ну а теперь давайте об объективе. Китай, 200 баксов, фулл фрейм, всего 7 линз в 6 группах, 452 грамма вес, ну и еще несколько спеков. У нас простейший, судя по начинке, мыльный объектив. Но опять же, насколько он мыльный? Да ну в целом-то и нет, все зависит от рук. Если не верите, равки я прикрепил, покопайтесь сами. Разумеется, для серьезного продакшена разрешающей способности будет маловато, но для соцсетей и веба предостаточно. Ты что вырубился? Алло, вообще. Хорошо, что у меня есть вот такая штука. Опа, сделаю похолоднее и поярче. И на магнитик присобачу к микрофону. И это, ребят, не интеграция. А я просто рад и хочу вам еще параллельно рассказать о вот такой вот офигенной штуке, которая мне приперлась из Китая. Это два малюсеньких летосветителя. Один у меня в руке, другой на заднем плане, желтеньким светит, который умеет менять температуру и яркость. И самое главное, это хранится в маленьком переносном кейсе, который является также пауэрбанком. Вы открываете, засовываете сюда свою лампочку и она заряжается. Для съемки YouTube это идеальный вариант, ведь вы можете реально прицепить на магнитик к любой металлической поверхности и он не будет вам мешать. И что самое крутое, так это вес этих маленьких фиговин. Я, честно говоря, не знаю, сколько это все весит, но на магнитике это со легкостью прицепляется к стабилизатору для телефона. В моем случае это DJI Osmo Mobile 4. Я прицепил эти два фонерика сверху и снизу от телефона и поснимал очень крутые портреты с заходящим солнцем. Кстати, яркости этих двух малюток вполне достаточно для того, чтобы соперничать с яркостью света только что зашедшего солнца. Я считаю, если вы снимаете в поле и вам нужно вот здесь сейчас сделать свет на себе без использования каких-то дополнительных крупных больших источников свет, это идеальный вариант. Особенно с Powerbank'ом. Ссылку оставлю в описании. А если кто-то напишет, что это реклама и мне за это занесли, получится по жопе. Пойду заряжу лампочку. Корпус объектива цельнометаллический. Кольца диафрагмы и фокуса имеют риски под систему фоллоу-фокуса. Кино снимать, как Мэтт Ривз. В Бэтмене использовал Гелиос, почему бы и нет. Неважно, вы снимаете фото или видео, с тильт-эффектом можно не только играться, но и использовать для вполне осязаемых задач. Наклон конструкции доступен вплоть до 8 градусов. И не только в горизонтале, но и в вертикале или диагонали объектив имеет дополнительную степень свободы относительно байонета. Кстати, 8 градусов наклон это too much. Плоскость фокуса будет практически параллельно оптической оси. Это, конечно, классно для миниатюр, но в прикладном плане, если вы захотите наклонить плоскость фокуса под углом 45 градусов, будет достаточно наклона в 2 градуса. Это сдвиг на 2-3 риски. Больше и не нужно. Особенно для сюжетов с органичным использованием тильта в портретной фотографии. Там остается только подобрать положение модели, ее динамику, ну и, разумеется, фокус. Примерно такие же значения наклона я использовал в съемках с Настей, Инны и Джонсу. Если вам интересно, как это все проходило, если вы хотите покопаться в моих PSD-файлах с обработкой этих фоточек, ну и поддержать мой канал, то присоединяйтесь к моему Patreon и Boosty. Я туда выложил полные бейки со всех наших трех съемок на этот объектив, ну и кучу дополнительных файлов. Смотрите, обучайтесь, прогрессируйте, также поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал, мне будет очень приятно. И до новых встреч, покедова! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok